привет привет дорогие друзья вы на канале все обо всем с еленой название долина привидений такое это название появилась из-за того что в зависимости от места расположения солнца на небосводе каменные вот эти камни отображают тени которые из себя при определенной доли фантазии представляют какие-то образы вот здесь например изваяние екатерины 2 не знаю насколько это похоже наверное кто-то что-то увидел здесь же находятся грибы они действительно похожи на грибы по поводу портрета екатерины пусть это останется на совести тех кто а вот посередине композиции горной композиции находится один вот силуэт который и днем и вечером один и тот же где он вот прямо он спрятан фалос отсюда его плохо видно с этой точки можете лицезреть множество символов мужских природа так распорядилась уже это ее шуточки такие здесь можно и гномиков увидеть и солдатиков и рыцарей при определенном желании да ну заметно а вот я вижу на самой верхушке там голова девушки волосы вот у нее под ветром сейчас мы зайдем ворота так называемую долину привидений вот и пойдем уже по тем местам где снимался фильм кавказская пленница и еще спорт лото 82 фильм сейчас покажу еще вот так вот посмотрите здесь какой высоты горы вот там лысый иван называется гора которая впереди вот это по-моему кудрявая мария рядышком где вот в лесочке в таком вся гора очень много групп туристических идет на джипах едут и конные прогулки очень много кто интересуется этим местом вот этот знаменитый камень на котором танцевал танцевал и сама ним это на котором помните фильме сидел никулин без туристов никуда не туда и не сюда куда дальше мы идем ну вот прям по стопам идут туристы посмотрите здесь убегал какие глыбы а вот из этой пещеры выбегал медведь помните лицин как покажи эту пещеру там иди потанцуй вон там камушек вот так вроде получше в любом свете там где всегда мороз от них тут спрятаться тяжело идут потоком одним за одним группы 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 по 30-40 человек вот это вот пещера из которой выбегал медведь по фильму там ничего особо интересного можно конечно посмотреть на обычное нагромождение конечно чтобы тропинке вверх потихонечку нормальные герои всегда идут вперед в обход ну вот это так сказать все конечно место дуб какой старый потому что на этом дубе сидит почему-то тут дупло а в дупле гнездо а в дупле кто-то живет кто там живет по ночам привидения никого там нет грецкий орех старый сейчас мы пропустим ребята совет кто идет на димирджи обязательно набирайте воды жара потому что пить хочется это просто поэтому совет вода чтобы было при всех при вас и при вас и при нас при нас есть точно димирджи разнообразная природа вот здесь дикая черешня вековые грецкие орехи также есть слива много шиповника ежевики очень много всего поэтому мир димирджи разнообразный растительный мир вот при подъеме по крутым горным тропинкам местная руководство позаботилась и облегчила немножко сделали ступенечки так называемая подъем в гору полегче но это не местное руководство а уже давным-давно наверно еще при советском союзе неважно еще поднимались никулин маргунов вицин яненко варлей по этим местам наверное же они тут ходили тоже рассматривали тут что-то уже ломана осторожно наверно кто-то тяжелый прошел я думаю что после таких прогулок лошадки мне уже не светит я наверно только дойду и упаду замертво вот есть два варианта или сюда подниматься или сюда вы же не лищите легких путей вот я ночка для отдыха дать лягу ля я ля 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 не могу я уже надо где-то присесть попить водички но все равно хорошо Вот еще один грецкий большущий орех И тем не менее местами на площадках, на поленках отдыха можно любоваться Ну да, зелени полно горами, которые горные выступы Единственное, что спасает здесь, это тень от деревьев И воздух, горный воздух, так легко дышится Честно говорю, так легко дышится Ты же дыши легко Прекрасно себя чувствую, прекрасно Лет на 18, с маленьким хвостиком Но моложе, моложе, да Но мы не сдаемся, идем дальше Вот это так называемый рыцарь, охраняющий горы Рыцарь, охраняющий долину привидений Я не знаю, насколько это правда, это обезьянка Что-то какая-то мордочка видна Насколько это правда, непонятно Но это зависит от воображения, конечно Не все тропинки рукотворные Существуют И все просто Существуют и природные Данные природой Конечно, люди уже немножечко потоптали здесь Ноги в руки и идем Сделали для себя более-менее удобный проход Именно что более или менее Поэтому обувь здесь должна быть именно для гор Кроссовки, горные, бутсы Что-то либо такое, чтобы было ходить удобно И нога не подвернулась Поднимаюсь на высоте Наконец-то добрели до временного пункта Где можно передохнуть И все равно смотреть окрестности Как высоко поднялись Вот мы сейчас тоже подойдем Посидим Передохнем А потом пойдем дальше Я так рада Я так рада Правильно написали Для нас Ух ты, а красотища-то внизу какая Вот там внизу мы начинали свой путь Где стоят сейчас джипы И вот так по дороге шли-шли и уже поднялись На такую высоту Шли-шли-шли и наконец пришли Что-то там шли, ползли почти Но шли Вот это у нас Так не удалось Ага Ну вот сюда Так вот горы смотрятся В таком ракурсе Такой взгляд Ничего пока Никаких фигур, привидений Не заметно Но солнце должно перейти в другую сторону Если внимательно смотреть Обязательно что-нибудь увидишь И стол О А это местный сторож Или проводник Или охранник Как его лучше назвать Скажи мяу Господи, рыжик Скажи мяу Нет Тебе лень, да? Ну нормально У рыжика тут вода Его тут подкармливает Счастье Я его сейчас поглажу Говорят, что когда Рыжего кота гладишь На счастье Ты хороший какой Ты маленький Он горным воздухом дышит Поэтому посмотрите Какой славненький Хороший Давай Пока 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 Покажи, что я истаю на самой крайней точке А внизу А внизу уже обрыв Сейчас я подойду поближе И покажу этот обрыв Внизу, да А ты скажи Страшно? Нет, не страшно Потому что ветра нет Я крепко стою на ногах Потому что я в удобной обуви В кроссовках Вот так Я здесь дополняю Горные скульптуры Привидения Живое привидение Видите, а там идет обрыв Такой Не знаю Видно будет на видео Нет? Но мы уже высоко Забрали Сюда открывается вид На эти Тонкие Остроконечные Камни Каждый В меру своей фантазии Дает им наименование Вот туристы Двигаются В шляпках Светлых Хотели мы добраться До самой головы Екатерины Но почему-то У нас Сноровки не хватило Почему? Сил не хватило? И больно Дорога крутая Вверх подниматься Оттуда можно Быстро слететь Про сноровку-то Я и говорю Ну нет Подниматься вверх Трудно А вниз спуститься На пятой точке Ой, как быстро Принято решение Самое ближайшее место Где возможно Чтобы ее Заснять Как оно выглядит Вблизи Потому что снизу Вид совершенно другой Ну конечно Там Не знаю Женская То голова Или не женская Или какой-то Непонятно Что мы видим Вблизи Вблизи Вы видите меня Вот только Хотел сказать Что мы сейчас Сравниваем Женский Живой образ И каменный Я могу превратиться В каменный Рано Ну вот такой вид Вот что мы имеем здесь Имеем здесь Горы 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 Вблизи Вот эти Горы При таком Расположении Солнце Тени Совершенно Другие Все Открыто Все Привидения Попрятались Вот там Внизу Находятся Туристы На джипах Автобусах Приехали В машинах Мы находимся На самом Почти Вверху Озерцо Отдохнувшие Отдохнувшие Довольные Пока Пока Решили Сниматься Спустились Мы вниз И у нас Небольшая Печалька Не дошли Мы До Головы Екатерины Немножко Перепутали Маршрут Не дошли Вон она Оказывается Где Катерина Стоит Но мы Бы При всем Желании До туда Не дошли Потому что Сил бы Не хватило Поставим Это На потом В следующий Раз Дойдем Будем Знать Ну вот И все Спускаемся Дальше Вниз Вот мы Здесь Остановились На Ранчо Ранчо Золотая Подкува Вот Такие Фигурки У них Тут Здесь Даже есть Черепахи где-то там еще. Тафе, столовая тоже достаточно неплохо. Справа, слева двери сидят охранники. От непрошенных завоевателей. Интересные таблички, любопытные. Ну это курочки, просто петушки, ничего не особо. Где-то у нас тут циопарк. Здесь кто? Здесь фазаны, дай бог с ними, с теми курочками. Там кролики, вместо посадки на лошадей, инструктаж. Стоят, оседланные, под седлом, ожидают своей седлоков. Вот такая маленькая прелесть гуляет здесь. Ой, вот набираешь полные легкие воздуха. И так замечательно, так хорошо. Сегодня мы целый день здесь пробудем и только завтра продолжим свое путешествие. Подъехал ко мне всадник и предупредил, чтобы сзади лошади не вставать. Иначе копытом по одному месту получишь. Вот гонит он остатки лошадей. Мама. Так, ребята, не на меня, не на меня, не на меня. Ой, как он прыгает, е-мое. Неправильно они разбрелись. Ой, еще возмущается. Спасибо. Продолжение следует...